Левицкий Сергей Александрович Свобода и ответственность Предисловие Настоящая книга представляет собой попытку дать в форме систематического изложения органическую сводку положительных достижений современной философской мысли. Разумеется, в выборе материала, в оценке и трактовке этих достижений не может не быть значительного элемента субъективности. Эта субъективность усугубляется еще и тем, что автор поставил своей целью дать нечто большее, чем компиляцию современных философских учений, которые здесь не просто излагаются, но ассимилированы в систему целостного мира созерцания. Поэтому ссылки на современных мыслителей сведены к необходимому минимуму, тем более, что у автора во время работы над книгой не было под руками никакой специальной литературы. В то же время книга имеет элементы учебника философии. Автор стремился изложить систему органического мировоззрения как можно менее тенденциозно, предпослав конструктивной части краткое изложение основных философских школ. Автор – ученик Николая Ануфриевича Лоского, последователь органического идеал-реализма. В то же время ему близки интуитивная философия Бергсона, персонализма Бердяева и Шеллера в меньшей степени Штерна. Этим предопределены основные философские позиции автора. Книга рассчитана не на специалистов, но и не на профанов. Она обращена прежде всего к мыслящей интеллигенции. Полемическая часть сокращена в книге до минимума. Автор заинтересован главным образом в конструктивном изложении предмета. Сама по себе критика материализма и рационализма, даже самая удачная, недостаточна еще для их преодоления. Книга проникнута убеждением, что та реабилитация духовных ценностей, та революция духа, которая назревает в недрах современной философии, может стать одними из залогов чаемого духовного возрождения человечества. Если тенденции современной механической цивилизации направлены еще по инерции в сторону материальности и разрушения, то в глубине душ намечается уже поворот в сторону утверждения духовных ценностей, солидарности и творчества. Автор Менхегов, 1946 год. Философия есть учение об основных принципах познания сущего и должного. Поэтому всякое мировоззрение, то есть система знаний о мире, проникнутая руководящей идеей, носит по своей природе философский характер. Каждому человеку свойственно не только реагировать на окружающую среду и воздействовать на нее в интересах самосохранения, но и стремление познавать мир и самого себя. То, что Шопенгауэр называл метафизической потребностью. В древние времена эта потребность не была еще дифференцирована. Она сливалась воедино с религией и искусством, мифотворчеством, но в более позднее время родилось стремление к свободному исследованию мира силами человеческого разума. Индия. Пятый век до Рождества Христа в Греции. На заре своего существования философское познание и познание научное совпадали. По мере развития и дифференциации знания, частные науки, математика, физика, химия и т.д. выделялись из философии, эмансипируясь от нее, вырабатывая свои собственные методы исследования. Таким образом, философия по праву может быть названа матерью всех наук. В XIX веке, когда прогресс наук и расцвет техники получил невиданный прежде размах и темп, во многих научных кругах утвердилась мысль, что философия – пережиток метафизического образа мышления, преодоленного современной позитивной наукой. Многим казалось, что частные науки, как естественные, так и гуманитарные, вытеснили философию из области научного познания, что философия – это по существу лишний и ненужный балласт человеческого духа, представляющий лишь исторический интерес. Мнение это глубоко ошибочно. Оно основано на ложном убеждении, будто мировоззрение представляет собой простую сумму знаний. В действительности, мировоззрение отнюдь не продукт суммы знаний, а органически целостная их система. Механическая сумма знаний могла бы составить энциклопедию знаний, но не могла бы создать мировоззрение, учение о мире как о целом. Ибо, во-первых, наука сама содержит в себе предпосылки философского характера, например, пространство, время, число в математике, материя в физике. Во-вторых, многообразие научных знаний и специализация наук требует объединения их в систематическое целое. Они требуют науки о науках. Эта обобщающая наука и есть философия, которая в силу этого заслуживает названия не только матери, но и синтез за всех наук. Отрыв науки от философии неблагоприятен для обеих сторон. Философии, оторванной от науки, грозит выродиться в бесплодную игру отвлеченными понятиями. Науки, лишенные философского фундамента и не стремящиеся к философскому самоосмыслению, не в силах создать мировоззрение. Мы не должны забывать, что нет единой науки, а существуют лишь частные науки, имеющие тенденцию ко все большей специализации. Мы не говорим уже о том, что некоторые науки на современной стадии их развития опрокидывают считавшиеся прежде незыблемыми аксиомы и углубляя знания природы материи, например, физика, сталкиваются волей-неволей, лицом к лицу с проблемами философского характера. Все эти соображения приводят к мысли, что хоронить философию преждевременно. Мало того, не раз философия предвосхищала научные открытия и теории. Понятие атома, например, было выдвинуто демокритом за две тысячи лет до применения атома в науке. Динамическая теория материи Канта лишь теперь получает свое научное подтверждение. Наконец, на рубеже XX века, в недрах самой философии, произошла революция, открывшая новые проблемы и по-новому осветившая старые. Преждевременно похороненная философия возродилась с новой силой. Итак, в философии есть целостная система знаний, учения о мире как о целом. Однако сущность философии не исчерпывается областью теоретического знания, ибо в философии есть не только учение о сущем, но и о должном, об идеале, который не дан и не может быть дан в опыте, но который определяет идею всякого мировоззрения. Идеал никогда не дан в эмпирической действительности. Он представляет собой задание для мыслей и для действия. Поэтому философия есть не только учение о познании, гносеология и бытии, антология, но и учение о должном, о ценностях, аксиология, от древнегреческого слова «аксия» – ценность, «логос» – слово учение, в которой первое место принадлежит этике, учению о ценностях императивных. Ценности же обращены не столько к человеческому разуму, сколько к чувству, эмоциям и воле. Философия должна считаться с тем, что человек есть существо не только познающее, но и существо эмоциональное и волевое. Человеку свойственно руководствоваться в своей деятельности ценностью, почитаемой им за верховную. Мировоззрение, лишенное этой руководящей верховной идеи, не завершено и не цельно. Главная проблема аксиологии – вопрос о природе этой верховной ценности, вопрос о ее субъективном, личном или групповом, или объективном, общечеловеческом значении. Если гносиология, теория знания, есть как бы методологический корень философии, а антология, учение о бытии, ее цвет, то аксиология – тот плод, который должна принести философия в жизненно значимое завершение философского мировоззрения. Глава 2. Подразделение философских дисциплин Формально философию можно разделить на три основные дисциплины. Гносиологию, или теорию знания, относительно автономной частью которой является логика, антологию, или теорию бытия, и аксиологию – учение о ценностях. Такие дисциплины, как этика, эстетика и философия религии, являются относительно автономными частями теории ценностей. Гносиология – методологически основная философская дисциплина. Она ставит вопросы о происхождении и, главное, об объективной значимости общей обязательности знания. Гносиология же ставит кардинальный вопрос о том, существует ли познаваемый и предстоящий нам мир сам по себе, или он есть явление некой непознаваемой сущности, или же, наконец, лишь представление в уме познающего. Проблемы эти в силу чистой их теоретичности непопулярны. Массы, включая сюда даже широкие круги интеллигенции, равнодушны гносиологическим проблемам и мало интересуются ими. Массы тяготеют к догмам, им чужд дух критики и скепсиса, который составляет главный пафос гносиологии. Тем не менее, подлинная философия начинается с гносиологии, и знакомство с подводными камнями гносиологии необходимо для критического обоснования мировоззрения. Философское мировоззрение, лишенное прочного гносологического фундамента, строится как бы на песке, оно догматично и бездоказательно, оно самозванец без философского паспорта. Характерно, что в диалектическом материализме системе пар-экселленс догматической гносиология оказывается наиболее уязвимой, наиболее слабой его стороной. Теоретики диамата и не признают гносиологию в качестве самостоятельной философской дисциплины. Для понимания природы гносиологии необходимо уяснить себе различия между гносиологией и психологией с одной стороны и гносиологией и логикой с другой. Психология интересуется психическими процессами как таковыми, даже в том случае, если она изучает процессы познания. Вопрос о том, является ли данное познание истинным или ложным, не существует для психолога, поскольку он не выходит за рамки своей науки. Он изучает психические процессы в их фактичности, а не в их познавательной ценности. Для него бред сумасшедшего и гениальные прозрения лежат в одной плоскости. Для гносиолога, наоборот, первостепенно важен критерий истинности знания. Его прежде всего интересует, соответствует ли данное познание истине или нет. Иначе говоря, гносиолога интересует не фактический процесс познания, а его предмет, его смысл, его познавательная ценность. Более тонка грань между гносиологией и логикой. Несколько упрощая действительное взаимоотношение между ними, можно сказать, что в области компетенции и логики лежит формальная сторона знания, форма истины, в то время как гносиологию интересует предметная сторона истины, истина в ее предметности. Так, например, форма силогизма «все люди смертны», «я человек», следовательно, «я смертен» устанавливается логикой. Но вопрос о происхождении суждения «все люди смертны» вопрос уже гносиологический. Логику интересует правильность мышления, гносиологию – его истинность. Ясно, что формальная правильность мышления отнюдь не гарантирует от заблуждений, если правильное логическое суждение строится на ложных предпосылках. В силу этого можно сказать, что гносиология – первичнее логики и лежит в ее основе. Теория логики – дисциплина уже философская, гносиологическая, если в прежних руководствах логика рассматривалась как вполне самостоятельная наука, то после трудов Шупе, Гуссерля, Веденского, Лосского и других ее можно рассматривать как автономную часть теории знания. Разумеется, нельзя отрицать, что между гносиологией и логикой существует глубочайшая взаимная зависимость, но зависимость логики от гносиологии более значима и более фундаментальна. Наиболее прогрессивное, в лучшем смысле этого слова, течение в современной гносиологии – это интуитивизм, получившись свое самое яркое и четкое выражение в трудах Бергсона, Лосского, Шеллера и других. Не наивно возрождая ценное ядро наивного реализма, интуитивизм учит в то же время о духовных предпосылках знания. Именно интуитивизм вывел гносиологию из безвыходного тупика мира как представления, в которые она была заведена Юмом и Кантом. Поэтому гносиологические проблемы будут изложены нами в духе интуитивизма. Родственными интуитивизму являются интенционализм Брентона и феноменология Гуссерля, останавливающиеся, однако, на полпути к взыскуемой ими объективности знания. Итак, гносиология есть корень философии, невидимый для тех, кто интересуется ею, так сказать, со стороны. Видимым же цветком философии, ее центральной дисциплиной является метафизика или по более точной терминологии, антология, учение о бытии, о сущности явлений, учение о принципах сущего. И так, как познание по своей природе направлено на сущее, как на искамое, и лишь в порядке рефлексии на самое себя, то именно в антологии заключается главный пафос – философия. С полным правом поэтому антология называлась раньше первой философией – философия примал. Мировая философия пережила три главных периода расцвета антологии. Классический идеализм древности – Платон, Аристотель, докантовские догматические системы – Декарт, Спиноза, Лейбниц и германский идеализм – Фихте, Шеллинг, Гегель. Но, начиная с середины прошлого века под влиянием успехов естественных наук, вернее, некритического восприятия этих успехов, антология, а с нею и философия вообще, пришла в упадок. Так, основатель позитивизма Конт считал ее продуктом изжитой метафизической стадии человеческого мышления. Из царицы наук философия превратилась в их служанку. Тон выражения «ну, это уже метафизика» выдает установившееся полупрезрительное отношение к философии. Ибо, поскольку основным методом метафизики является умозрение, а единственным источником познания в духе позитивизма признается чувственный опыт, естественно, что метафизика может рассматриваться лишь в качестве продукта отвлеченной и бесплодной фантазии. Естественно, что само слово «метафизика» приобрело смысл духовной реакции, умственного ретроградства. При этом, с точки зрения последовательного позитивизма, осуждению должна была бы подвергнуться как идеалистическая, так и материалистическая метафизика. Однако в глазах просвещенных масс, в глазах полуинтеллигенции, этой просвещенной черни, анафеме была предана именно идеалистическая метафизика всех родов. Материалистическая же метафизика, неосознаваемая в качестве таковой, стала новой догмой выходящих из-под церковной опеки масс. Во второй половине XIX века, если не считать немногих исключений, академическая философия ограничила себя областью гносологического анализа априорных предпосылок точных наук, ведя в этом единственное оправдание своего бытия. По существу, это отречение от метафизики означало отказ от целостного миросозерцания, своего рода философское непредрешенчество, самокастрирование мыслящего духа. Однако с конца прошлого века начинается новое возрождение, новый ренессанс метафизики, а с ней и философии вообще. Противоположность между чувственным опытом и отвлеченным рассудком была преодолена благодаря признанию интуиции в качестве законного метода философского познания. Космос метафизики снова открылся мыслящему духу. Запретная грань между бытием и сознанием была снята. В интуитивной философии Бергсона, интуитивизме Лоского, эмоциональном интуитивизме Шеллера этот метод познания получил свое гносиологическое оправдание и обоснование. Сейчас не время говорить о новых методах, новой метафизики, о выводах, к которым она приходит, о новых проблемах, которые она ставит. Этой теме посвящена вторая, центральная часть нашего труда. Скажем лишь пока, что новая метафизика видит в опыте не своего врага, а союзника, расширяя само понятие опыта за пределы чисто чувственной его сферы. Она стремится преодолеть механические навыки рассудка, усматривая интуитивность и целостность разума. Новая метафизика не укладывается более в прокрустово ложе учения о субстанции, материальной или духовной. Она стремится понять мир как органическое целое различных пластов бытия. Она учит о градуальности и иерархичности мира по ступеням, материальное, биоорганическое, психическое и духовное бытие. В человеческой личности явлен живой синтез всех слоев бытия. Она есть, по словам Державина, связь миров повсюду сущих, черта начально божества. Неуловимый центр личности «я» осознается в современной философии как подлинно метафизическое начало в человеке. Поэтому в современной философии человеческая личность занимает одно из центральных мест по своему антологическому значению. В последнее время наука о человеке как о целом, так называемая философская антропология, все более выдвигается в качестве самостоятельной философской дисциплины. В этом направлении развивается и популярная в настоящее время экзистенциальная философия Ясперса, Хайдегера и Сартра. Новая метафизика заслуживает названия органического мировоззрения, пытающегося преодолеть дуализм материи и духа в их органическом единстве при иерархическом приоритете духа. Органическое мировоззрение идет вразрез с механистическими тенденциями современной индустриальной цивилизации, однако развитие наук на современной их стадии идет в направлении подтверждения принципов органической философии. Органическое мировоззрение не приемлет односторонней метафизики материалистического или спиритуалистического толка. Оно преодолевает материализм не оппозицией к нему, а возвышением над ним. Органическое мировоззрение носит идеалистический, но не отвлеченный характер, оно есть идеал реализма. Изложение его основ будет дано нами ниже. Скажем лишь пока, что органическое мировоззрение – антологический фундамент персонализма как учения, обосновывающего абсолютную самоценность человеческой личности, не делающего в то же время из нее кумира в духе нитшианства и как учения, видящего между личностью и обществом отношения взаимодополнения, а не антагонизма, склаживаемого путем компромисса. Органическое мировоззрение и персонализм, усматривая направленность на сверхличные и сверхобщественные ценности в самой структуре личности, дают метафизическое обоснование солидарности этому первофеномену социальной жизни. Ибо если личность по своей природе свободна, то общество по своей изначальной природе «Солидаристично». Своё завершение это философское мировоззрение находит в аксиологии – науке о ценностях, теории ценностей. Первое место в аксиологии принадлежит этике – учению об императивных ценностях, о добре. К области аксиологии принадлежит и эстетика – учение о созерцательных ценностях, о красоте. Наконец, завершающей частью аксиологии является философия религии, как учение о ценностях абсолютных, о Боге. В этом смысле аксиология столь же стара, как и сама философия. Однако до недавнего времени отчетливо не осознавалось, что в основе этики, эстетики и философии религии лежит общее понятие ценностей. Общая теория ценностей стала достоянием лишь современной мысли. При этом, разумеется, понятие ценностей отнюдь не имеет экономического смысла. Экономические ценности занимают весьма подчиненное место в общей иерархии ценностей. Правда, дать определение ценностей – одна из труднейших задач аксиологии. Как все первичное, а ценность столь же первична, как и бытие, ценность с трудом поддается рациональному определению. Методологически первичная задача аксиологии – установление субъективности или объективности, относительности или абсолютности тех или иных ценностей. Одним из достижений современной философии является установление принципиальной объективности царства ценностей, принципиальное отграничение объективных по своей природе ценностей от субъективных и относительных и тоже по своей природе благ. Только при условии объективности царства ценностей Можно говорить о ценностях высших и низших. Можно говорить об иерархии ценностей, сообразно их рангу. Проблема иерархии ценностей имеет и первостепенное практическое значение, ибо абсолютизация ложных относительных ценностей и слепота к ценностям абсолютным составляет извечную трагедию человечества. В частности, трагедия нашей эпохи заключается в крайнем извращении царства ценностей, в возведении ценностей служебных в ранг самодавлеющих, обожествления своего народа, пролетариата, индустрии и т.п. Обоснование самоценности человеческой личности, ее право на свободу, а также положительное понимание свободы, могут быть даны лишь в рамках развернутой аксиологии. Персоналистское учение о личности и обществе предполагает существование сверхличных и сверхобщественных ценностей, то есть аксиологию как свою основу. Предельная проблема аксиологии – это проблема абсолютной верховной ценности, Бога и его царства, в которой иерархия ценностей находит свое завершение и свой верховный критерий. Наиболее же мучительная проблема аксиологии – это проблема отрицательных ценностей, проблема мирового зла, ибо мир наш во зле лежит, низшие и отрицательные ценности обладают на практике большей мощью, чем ценности положительные. С этим же связана проблема Теодицеи – мучительный и насущный для всякого верующего христианина вопрос о том, как совместить бытие и всемогущество Божье с существованием зла в мире. Общая теория ценностей – аксиология – создает необходимую методологическую базу для постановки всех этих проблем без того или иного ответа, на который не может жить человеческий дух. Часть первая. Гносеология. Глава первая. Классификация традиционных учений. Гносеология от греческого слова «гносы», что означает «знание», есть учение о природе знания, об условиях возможности знания, учение о происхождении знания и его объективной значимости. Основная тема гносеологии – вопрос об объективности знания, вопрос об отношении сознания к бытию. Как таковая, гносеология представляет собой основную философскую дисциплину. Гносеология исследует самые основные вопросы философии. Носит ли наше знание условный гипотетический характер или человеческий разум способен познавать объективную истину? Действительно ли предмет познания дан человеку или он есть субъективное представление в уме познающего, субъективная конструкция и тому подобное? Без того или иного решения этих вопросов, все здание философской системы рискует быть построенным на песке. Поэтому гносеология – есть методологическая основа философии вообще. Часть первая, первой главы. Наивный реализм. Нефилософствующий ум, например, ум дикаря или ребенка, не задается вопросом об отношении сознания к бытию, считая вещи таковыми, какими они воспринимаются чувствами. Подобный досознательный взгляд на вещи называется наивным реализмом. Он реалистичен, ибо принимает мир таким, каков он есть, основываясь на непосредственном инстинктивном убеждении, а не на научно-философском анализе. Подобный взгляд на вещи наивен, потому что он не различает субъективных и объективных элементов восприятий и познаний. В первоначальном своем значении наивный реализм – это даже не теория, а инстинктивное отношение к окружающему нас миру. Если задать наивному реалисту вопрос, в силу чего возможен акт познания, например, внешнего мира, то он вряд ли сумеет дать сколько-нибудь в разумительный ответ, кроме тавтологической ссылки на наличный факт знания. Впрочем, как всякий инстинкт, наивный реализм в вышеуказанном смысле содержит в себе простую и глубокую мудрость, которая может быть утрачена при дальнейшем развитии рассудка за счет инстинкта. Большей частью под наивным реализмом понимается, однако, не это инстинктивное отношение к миру, а та наивная в отрицательном смысле теория, которую обычно склонен строить человек, впервые задавшийся вопросом о том, как возможно знание. Теория эта сводится к утверждению, согласно которому знание, возможно вследствие того, что наш ум копирует, отражает вне нас существующую действительность, внешний мир. Сколь бы естественной ни казалось, для неискушенного ума эта теория, она не выдерживает никакой критики, ибо в случае, если предмет внешнего мира непосредственно схватывается сознанием, то подобное копирование или отражение не нужно. В случае же, если предмет находится вне сознания, то копирование его невозможно, как невозможно снять фотографию с человека, который находится вне поля зрения аппарата. Кроме того, то удвоение мира на трансцендентный внеположный подлинник и имманентную внутриположную копию, которая утверждается теорией наивного реализма, не подтверждается голосом опыта, который говорит мне, что я вижу стол, а не отражение стола во мне. Правда, если я отвернусь от стола, то перед моим умственным взором все же может стоять образ стола, который, по-видимому, относится к столу как копия к оригиналу. Это указание доказывает, однако, лишь то, что копирование, предположим, имеет место в сфере памяти, как отношение между действительным и вспоминаемым столом. На основной вопрос, с которого мы начали наше изложение, вопрос об отношении сознания к предмету, это указание не дает никакого ответа. Ибо если предметы внешнего мира находятся вне сознания, то простая логика убеждает нас в несостоятельности теории копирования или отражения, поскольку, чтобы скопировать предмет, я должен как бы выпрыгнуть из своего сознания и сравнить копию с оригиналом. Иначе говоря, наивный реализм предполагает то, что он должен доказать данность предмета сознанию. Мы не говорим уже о том, что открытия современной физики, физиологии и психологии нанесли ряд смертельных ударов по наивному реализму. Так физика придерживается взгляда, согласно которому лишь количественные характеристики вещей, форма, вес, энергия и тому подобное существуют объективно. Все же так называемые чувственные качества, цвета, звуки, запахи и так далее являются свойствами нашего восприятия, а не самих вещей. С этим взглядом можно спорить и не соглашаться, но тогда нужно перенести вопрос в другую, более углубленную плоскость, чем та, на которой стоит наивный реализм. С точки зрения чистого сознания, качества не менее реальны, чем количество, они составляют такие же феноменальные данные сознания, как и количество. Но тогда нужно утверждать радикальную субъективность или объективность как качеств, так и количеств. К этому сравнительно частному вопросу мы еще вернемся при изложении гоносеологии интуитивизма. Пока же закончим константацией, что первая теория, которую обычно пытается строить неискушенный в подводных камнях гоносеологии ум, оказывается явно несостоятельной. Итак, наивный реализм как теория не выдерживает испытания логикой. В современной философии эта теория считается давно преодоленной. Мало того, можно сказать, что прогресс гоносеологии начался как раз с осознания слабости этой теории. Исключение составляет в этом отношении диалектический материализм, до сих пор придерживающийся теории отражения в гоносеологии. Здоровое ядро этой теории, инстинктивное убеждение в объективном существовании внешнего мира, получает в диамате наивно-реалистическое толкование в духе вышеизложенной теории копирования. Гоносеология диамата, как гоносеология всякого материализма, составляет одно из самых уязвимых мест этого учения. В течение всего XIX века гоносеология была не в состоянии высвободиться из порочного круга гоносеологического субъективизма и имманентизма. При всей утонченности своих методологических изысканий она была удивительно малощудотворной, оправданно заслужив характеристику точения ножей. Она превращалась в методологическое топтание на месте под гипнозом Канта неокантианства или Юма эмпириокритицизма. Разрешение же гоносеологической проблемы, даваемое диалектическим материализмом, Энгельсовская теория отражения, представляет собой догматический выверт. Конвульсивно отталкиваясь от субъективизма, диамат в то же время не в состоянии дать опровержение неупровержимого безумия субъективного идеализма по собственному полупризнанию Ленина. Ссылка на практику, как на доказательство реальности внешнего мира, наивна и неубедительна, ибо задача гоносеолога показать, как возможна практика. Если в практике осуществляется реальное единство субъекта и объекта, то нужно показать, как происходит это трансцендирование за пределы субъективности, на что в диамате нет и намека. Субъективный идеалист возразил бы Энгельсу, что практика есть лишь особый род представлений, как это делал по существу Беркли. Опровержение же Энгельсом Канта с ссылкой на успехи современной химии лежит в той же плоскости, что и каламбур о том, что пирог, как вещь в себе, станет вещью во мне, когда я его съем. Кстати сказать, марксистское противопоставление материализма идеализму заимствовано именно из гносеологии, будучи затем неоправданно перенесено в антологию. Под идеализмом в советских учебниках подразумевается почти всегда не антологический, типа платоновского, а гносеологический, типа Беркли, идеализм, хотя дело изображается так, как будто речь идет об идеализме вообще. Сама формула «бытью определяет сознание» имеет прежде всего гносеологический, а не метафизический смысл. Сторонника теории отражения можно легко диалектически вынудить при условии его интеллектуальной честности прийти к обратному выводу, поскольку он не в силах доказать соответствие представления вещи. Формула «бытие определяет сознание» догматично и недоказуемо в системе диамата. Объективно она справедлива по отношению к познавательному, но не к волевому акту, где имеет место обратное отношение, где сознание, сознательная воля, действенно определяет и преобразует «бытие», окружающий мир, в социальную среду. Вообще нужно сказать, что теория отражения ни в какой мере не может расцениваться, как сколько-нибудь серьезное, научно ценное, хотя бы в своих заблуждениях, форма гносеологии. Мы и упоминаем о ней исключительно из-за ее популярности в некоторых кругах, незнакомых с объективным изложением предмета. Гораздо более распространена в философии и особенно среди представителей точных наук иная теория, которую можно назвать теорией воздействия или критическим реализмом. Согласно этой теории, представление возникает не как копия предмета, а как продукт воздействия внешнего мира на органы чувств, а через них на сознание. Иначе говоря, представление вещей является реакцией сознания на внешнее раздражение. Воздействие предмета на мою нервную систему относится к возникающему представлению как причина к следствию. При этом следствие может сильно отличаться от причины. Многие ощущения, вызываемые в органах чувств, совершенно субъективны. Так, по учению английского философа Лока, лишь представления о количественных определениях вещей имеют объективное значение, в то время как все чувственные качества субъективны. Необходима постоянная проверка опыта, чтобы установить, каким представлениям соответствует реальность, а какие имеют чисто субъективное значение. Слабость этой теории обнаруживается, как только мы зададим себе вопрос, каким образом возможно эта проверка. Ибо если предметы внешнего мира находятся вне сознания, то остается в силе старый аргумент, невозможность сравнения представления о вещи с самой вещью. А это, в свою очередь, означает, что различие между субъективными и объективными представлениями относительно, а отнюдь не принципиально. Различие это сводится лишь к тому, что одни представления первичные более или менее стабильны, а другие вторичные изменчивы. Однако, как те, так и другие являются не более чем субъективными представлениями. Мы можем, правда, предположить нечто, находящееся за пределами наших представлений и вызывающее их. Однако, мы не имеем никакого права высказывать какие-либо суждения о свойствах этой трансцендентной реальности. Мало того, мы не можем даже доказать, что эта реальность, внешний мир, действительно существует. Последовательно продуманный критический реализм приводит, следовательно, к заключению, что все представления субъективны, то есть, что мы заперты в железном круге своих представлений. Часть третья, главы первой. Субъективный идеализм. Итак, критический реализм превратился у нас под руками в утверждение принципиальной субъективности всех представлений, то есть, в теорию, называемую философией субъективным идеализмом. В истории философии субъективный идеализм представлен главным образом в учении ирландского философа Беркли, система которого выросла из критики его предшественника Лока. Беркли исходит из предпосылки, что мы можем познавать лишь то, что дано или было дано в опыте. Быть значит быть воспринимаемым, говорит он. Но познавать мы можем лишь свои представления. Вопрос об отношении наших представлений к вещам вообще не имеет смысла. Мы можем сравнивать лишь одни наши представления с другими. Таким образом, мир есть мое представление. Иначе говоря, Беркли не признает того удвоения мира на предметы и представления о них, из которого исходит критический реализм. Он считает при этом, что его теория, несмотря на всю ее революционность, вполне согласуется с данными опыта. Практически, различие между внешним миром и субъективными представлениями оправдано. Нужно только внести одну поправку. То, что мы называем внешним миром, есть лишь особый ряд представлений, характеризующийся относительной устойчивостью и стабильностью. Тем не менее, логическим выводом из теории Беркли является солипсизма, то есть учение о том, что существую лишь я сам и мои представления. Сам Беркли избегает этого вывода, ибо считает, что представления возбуждаются в нас, Богом. Это допущение противоречит, однако, самому духу его гоносеологии. Интересно, что французские энциклопедисты считали учение Беркли неопровержимым безумием. Ленин также считал опровержение субъективного идеализма невозможным, да и ненужным, говоря, что его сторонникам место в Желтом доме. Кант назвал учение Беркли скандалом философии. Как бы то ни было, субъективный идеализм с логической последовательностью вытекает из предпосылки о чисто причинам воздействия предмета на сознание. На фоне этой натуралистической предпосылки лежит, в свою очередь, убеждение в принципиальной разобщенности между субъектом и предметом познания, то есть механистическое представление о взаимоотношении между познающим и познаваемым. Об этом пункте нам придется еще говорить при характеристике механистического и органического миросозерцания. Что же касается существа системы субъективного идеализма, то нужно сказать, что опровержение этой точки зрения возможно лишь путем радикального пересмотра тех предпосылок, на которых обычно строится теория знания. Забегая вперед, скажем, что возможно лишь два выхода из того гносологического тупика, в который заводит нас субъективный идеализм, кантовский трансцендентальный идеализм и интуитивизм. Но обе эти системы означают радикальную переоценку самой постановки гносологической проблемы. Четвертая часть главы первой Трансцендентальный идеализм учения Канта Как наивны реализма, так и теория воздействия исходили из натуралистической предпосылки, согласно которых единственным источником познания является чувственный опыт. Бытие определяет сознание. Парадоксальным, но логически неизбежным образом эти теории разбивались о факт невозможности сравнения представления о вещи с самой вещью, приходя в конце концов к выводу, что нам даны только наши субъективные представления Беркли. Субъективный же идеализм приводит в пределе к солипсизму, отрицающему возможность постижения объективной истины. Заслуга высвобождения гносеологии из этого порочного круга принадлежит немецкому философу Канту. Кант показал, что чистый опыт невозможен, ибо опыт предполагает наличие некоторых основных идей, содержащихся в нашем разуме. Так, если я хочу исследовать, что же есть причина данного явления, то я руководствуюсь в своем исследовании идеей причиной связи вообще, иначе мне не пришло бы в голову устанавливать причинную зависимость между данным явлением А и искомой причиной X. Иначе говоря, идея причиной связи логически предшествует моему восприятию причинного отношения между определенными явлениями. Подобным же образом дело обстоит и с другими основными идеями, например, математическими. Я могу считать вещи, потому что имею идею счета. Отсюда Кант делает вывод, что в нашей познавательной способности содержатся некоторые основные идеи, не зависящие по своему происхождению от опыта и делающие возможным самый опыт. Кант назвал эти категории априорными, то есть независящими от опыта формами познания, в отличие от материала познания, который всегда опытного происхождения. Формами познания являются по Канту пространство, время и категории рассудка, из которых наиболее существенны категории субстанциальности и причинности. Получаемый из опыта материал чисто субъективных ощущений приобретает благодаря априорным категориям характер упорядоченности. Именно благодаря априорности пространства, времени и причинности, равно как и других категорий, знание имеет объективное значение. Если бы наше знание черпалось исключительно из опыта, отражая в представлениях вещи, то оно зависело бы от случайностей опыта и само носило бы отрывочный случайный характер. Однако на самом деле наш дух, форма познаний, сам вносит закономерность и смысл в материал, полученный из опыта. Наш разум диктует законы природе. Но это возможно лишь в том случае, если природа не есть действительность, как она существует сама по себе, если она есть не вещь в себе, а явление. Вещь в себе в первоначальном своем значении неведомая и непознаваемая причина ощущений. Предстоящий же нам и познаваемый нами мир есть мираж явлений, материя которого чисто опытного происхождения, а форма априорно содержится в нашем духе. Быть действительным значит, по канту, быть не вещью в себе, но именно явлением. Та упорядоченность и закономерность, которые мы воспринимаем в явлениях, представляют собой продукт закономерной активности нашего собственного духа. Эту революционную точку зрения, противоречащую традиционной, Кант называет Коперниканским переворотом, произведенным им философией. Теперь после всех этих разъяснений подведем общие итоги гноциологии Канта, которая интересует нас здесь не сама по себе, а в качестве образца трансцендентального идеализма. Итак, вещь в себе реальность, как она существует вне отношения к нашему знанию и восприятию по Канту непознаваема. Она трансцендентна. Нашему сознанию первично дан лишь сырой материал ощущений, представляющих собой продукт воздействия вещи в себе на наши чувства. Этот сырой материал ощущений, так сказать, автоматически упорядочивается априорными формами, в результате чего возникает тот мир явлений или феноменов, который дан нам в опыте и который изучается науками. Понятие явления может натолкнуть на мысль, что в явлениях мы познаем все же нечто от трансцендентной реальности, вещи в себе. Но согласно кантовской гносеологии вещь в себе абсолютно непознаваема. Мы даже не знаем, существует ли она вообще. Итак, отсюда получается вывод, что понятие явления равнозначно понятию представления, однако представления не моего индивидуального сознания, как это полагал Беркли, а сверх индивидуального сознания вообще. Моя душевная жизнь представляет собой, по канту, не в меньшей степени явление, чем вещи внешнего мира. Здесь мы подходим к наиболее трудно усвояемой, наиболее глубокомысленной стороне учения канта. То единство мира явлений, без которого этот последний был бы хаосом, представляет собой, по канту, отражение единства сознания вообще. Именно это высшее трансцендентальное единство сознания является, по канту, носителем априорных форм познания. Моё личное сознание относится к сознанию вообще, как вид к роду, оно есть как бы рефлекс сознания вообще в моём личном сознании. При этом Кант считает, что сверхиндивидуальное сознание вообще не есть метафизическое примышление, а высшее условие возможности знания, подобно тому, как априорные формы условия возможности опыта. В противном случае каждое индивидуальное сознание обладало бы своими формами познания, что привело бы его систему обратно к субъективному идеализму Беркли. Как априорность пространства, времени и категории рассудка являлась по канту условием возможности опыта и мира явлений, так высшее единство сознания условия возможностей объективности знания. Такую точку зрения Кант называет трансцендентальным идеализмом, в корне отличая ее от субъективного идеализма Беркли. При этом он утверждает, что мир явлений эмпирически опытно реален. Он является представлением лишь с высшей трансцендентальной точки зрения. «Система гносеологии Канта, несмотря на ее глубокомыслие, содержит в себе противоречия, осознание которых ведет нас за пределы трансцендентального идеализма. Понять Канта значит выйти за его пределы», говорил Либоман. Одно из этих противоречий заключается в том, что вещи в себе причинно воздействуют на наше сознание. И в то же время причинность есть лишь одна из категорий рассудка, которая, как таковая, может быть применяема только в пределах возможного опыта, а не вне его. Но вещь в себе сверхопытна. Следовательно, вещь в себе не может полагаться за причину, хотя бы неизвестную чувственных ощущений, составляющих материал опыта. А в таком случае вещь в себе теряет тот смысл, ради которого это понятие было введено Кантом. По этому поводу современник Канта, философ Якоби, сказал, что без понятия «вещи в себе» нельзя понять системы Канта, а продумав это понятие до конца, приходится его уничтожить. Однако реформа гносеологии Канта в этом направлении, осуществленное германским идеализмом, выводит нас уже за пределы трансцендентального идеализма. В общем же и целом выход из гносеологического тупика, предложенный Кантом, помимо содержащихся в нем противоречий, чрезвычайно сложен. В этом отношении интуитивизм выгодно отличается от кантианства своей сравнительной простотой. Пятая часть главы первой. О новых путях гносеологии. Итак, железная логика до сих пор заводила нас в тупик гносеологического идеализма того или иного оттенка, в тупик мира как представления, замкнутости сознания в самом себе. Заслуга Канта в том, что он вывел гносеологию из этого тупика, глубокомысленным образом обосновав правоту притязаний чистого разума на объективность познания. Однако теория Канта внутренне противоречива. Главное же, объективность познания куплена в ней ценой утратой подлинного бытия. вещи в себе вытесненного в область непознаваемого. Признавая эмпирическую реальность мира, то есть реальность его как практического объекта познания и действия, Кант учит о его трансцендентальной идеальности, то есть о том, что мир с высшей точки зрения есть все-таки представление. Обосновав объективность познания, Кант не только не снял, но даже закрепил, как он думал навсегда, запретную грань между бытием и сознанием. На метафизику область подлинного бытия Кантом было наложено вето, ибо согласно Канту познаваем лишь мир явлений. На фаустовское притязание разума, на метафизическое познание, Кант как бы отвечает дантовским «оставь надежду навсегда». Разумеется, в философии было много попыток преодолеть и исправить Канта. И исправить Канта. Однако столь велик был гипноз критики чистого разума, что большинство мыслителей в XIX веке принимали кантовскую постановку гносологической проблематики, давая ей лишь иное решение, производя те или иные гносологические реформы. На путь же революции в гносологии впервые встал лишь интуитивизм. Мы не принимаем во внимание наивных попыток снять кантовскую проблематику вроде эмпириокритицизма или гносологии Спенсера. Но прежде чем изложить теорию знания интуитивизма Бергсона и Лоскова, скажем несколько слов о тех формальных требованиях, которые предъявляет современная философская культура в гносеологии. Во-первых, гносеология должна быть предельно беспредпосылочной. Она должна строиться не на догматической, а на критической основе. Она должна обходиться без тех предпосылок, которые молчаливо принимаются другими науками. Так, например, физика, химия и физиология молчаливо предполагают существование внешнего мира, материи. Для гносеолога же существование внешнего мира проблема, а не самоочевидность. Правда, гносеолог может и в известном смысле должен пользоваться материалом, заимствованным из этих наук, но он не имеет права обосновывать свою теорию на данных физики или физиологии. Его гносеология должна быть свободной от физикализма и физиологизма. Мало того, сколь это не парадоксально, гносеология должна быть свободна и от психологизма. Правда, гносеолог не может опять-таки обходиться без услуг психологии, но он не имеет права основываться на данных психологии. Ибо психология изучает субъективный процесс познания, в то время как внимание гносеолога должно быть устремлено прежде всего на предмет знания. Психология всегда, в конце концов, моя личная психология. Для гносеолога же первична проблема существования сверхличной объективной истины. Подлинная гносеология должна быть проникнута духом декартовского De Omnibus Dubitandum. Гносеолог должен забыть обо всем, что он знает. Чтобы пробиться к первоистокам знания, он должен по выражению Платона обратить глаза души, пойти против обычного течения мысли, инстинктивно ищущего какого-либо бытия как своего предмета. Он должен культивировать некую умственную аскезу воздержания от суждений о существовании или несуществовании предметов. В последовательном применении этого метода воздержания заключается сущность феноменологической редукцией Гуссерля. В этом заключается противоестественность гносеологии. Мы все слишком наивные реалисты. Подавить этот стихийный реализм почти столь же трудно, как подавить инстинкт самосохранения. В противоестественности гносологического образа мышления лежит главная причина непопулярности и малодоступности гносеологии. Наш ум не столько страшится отвлеченности, например, в математике, сколько того неестественного обращения глаз внутрь себя, которое требуется подлинной гносеологией. Ибо гносеолог должен, повторяем, забыть все, что он знает. Оттого-то Сократ, знавший, что он ничего не знает, был оценен дельфийским оракулом, как мудрейший из людей. Гносеолог должен всерьез вывести мир за скобки выражения Гуссерля. Он должен всерьез стать солипсистом, считающим, что существует лишь он сам и мир его сознания, не сходя в то же время с ума. Он должен культивировать методологический солипсизм, как для того, чтобы обозреть все башни города, нужно выйти из этого города, так для того, чтобы обосновать реальность познаваемого бытия, нужно стать как бы по ту сторону бытия. Именно в этом стоянии по ту сторону бытия заключается трудность основной методологической установки гносеологии. Тот, кто не способен к этой установке, не способен к методологическому солипсизму, может думать, что занимается гносеологией, но все его построения будут догматическими, он будет оставаться в плену у майи, в плену у наивного реализма, в том или ином его одеянии. И, наконец, единственное, на чем должна основываться гносеология, анализ непосредственных данных сознания, ибо лишь непосредственно данное в сознании, обладает характером очевидности. Очевидность же единственно верный критерий истины. Иначе говоря, хотя гносеология по своему характеру отвлечена, она, тем не менее, не имеет права исходить из отвлеченностей. Она должна быть феноменологией знания, должна открыть и описать первофеномен знания с тем, чтобы затем задаться вопросом об условиях возможности знания. Перейдем теперь к изложению интуитивистской теории знания, в каком она была развита в системах Бергсона и Лоскова. Глава вторая Интуитивизма Часть первая главы второй Учение Бергсона Иррационалистический интуитивизм Гносеология Бергсона носит дуалистический характер. Он различает два основных типа знания рассудочное и интуитивное. В отношении рассудочного знания Бергсон принимает предпосылки традиционной прагматической гносеологии. Рассудочное знание является для него полезной субъективной конструкцией, а не отражением действительности. В противоположность рассудку иррациональная интуиция проникает в сущность вещей, давая познание запрещенных кантом вещей в себе. В чем же состоит различие между отвлеченным рассудком и иррациональной интуицией? Различие это лучше пояснить сначала на примере. Положим, что, желая дать понятие о характере какого-нибудь человека, мы будем перечислять черты его характера, например, неуравновешенный, рассеянный, эгоист и тому подобное. Сколько бы таких черт мы не перечисляли, все эти определения будут слишком общими, чтобы дать живое понятие об индивидуальности лица, о котором идет речь. Однако живое восприятие этого лица или художественное описание его характера могут сообщить нам живое знание о его индивидуальности. В таком случае мы схватываем сущность этого лица как нечто целостное, то есть интуитивно. Ценность искусства заключается именно в том, что художник способен интуитивно передавать неповторимую индивидуальность предметов, лиц и ситуаций. От примеров перейдем теперь к изложению системы гносеологии Бергсона, попытавшись вскрыть основные категории рассудка и интуиции. Рассудок способен мыслить лишь в общих понятиях. Он статичен и механистичен. Он стремится понять целое как сумму частей, движения и изменения, как сумму неподвижностей, кинематографическая смена которых дает иллюзию движения и изменения. В противоположность рассудку интуиция, способная схватывать индивидуальное органично и динамично. Она схватывает предмет в его целостности, неповторимой индивидуальности, в его творческой изменчивости, составляющей по Бергсону душу действительности. Поэтому рассудочное знание носит обедненный по сравнению живой интуицией характер. Но мало того, рассудок еще и искажает картину действительности. Практически это искажение оправдано, ибо оно дает нам схему действительности, необходимую для ориентации в мире, ради практического воздействия на окружающую среду. Так наше восприятие вещей отражает наше возможное воздействие на них. Мы прежде всего практики. Поэтому рассудок, находящийся как бы на службе у наших потребностей, рассматривает мир как объект возможного воздействия на него. Мотто рассудка поэтому гласит «разделяй и властвуй». Отсюда становится понятным механистический характер рассудка. Ибо лишь разделив предмет мысленно на части уподобив его механизму мы можем с успехом воздействовать на мир, преобразовывая и обрабатывая вещи сообразно своим потребностям. Однако мы не имеем права выдавать возникающую в результате этого механическую картину мира за отражение подлинной действительности. В противоположность рассудку интуиция не преследует практических целей, она бескорыстна, поскольку вырастает из чистого стремления к познанию. Как видно отсюда, в противоположность почти всем гносологическим учениям, видевшим в чистом разуме подлинный орган познания истины и подозрительно относившимся к иррациональным путям ее постижения, Бергсон выдвигает на первый план иррациональную интуицию. Прототипом интуиции в биоорганическом мире является инстинкт, лишенный однако характера разумности, который присущ интуиции. Отношение между рассудком и инстинктом Бергсон выражает в следующей парадоксальной формуле. Цитата «Рассудок рассуждает о жизни, но не в силах понять ее. Инстинкту, напротив, открыты все тайны жизни, но никогда не станет о них рассуждать». Конец цитаты. В процессе развития человечества инстинкт и интуиция были пожертвованы в пользу рассудка. Рассудок же, в силу своего механического характера, ориентируется лучше всего в неорганической материи. Этим Бергсон объясняет то обстоятельство, что развитие естественных наук опередило наше знание тайн жизни. Поэтому он восстает против всякой рассудочной метафизики, независимо от того, носит ли она материалистический или спиритуалистический характер. Рационалистическая и механистическая картина мира, продиктованная основными свойствами рассудка достаточно известна. Своё наиболее яркое выражение она получила в механистическом материализме, согласно которому все отношения между вещами носят исключительно внешний характер. Какую же картину мира даёт нам знание интуитивное? Для ответа на этот вопрос Бергсон обращается прежде всего к области внутренней душевной жизни самовосприятию. Ибо о своей собственной личности мы имеем во всяком случае непосредственное интуитивное знание. Однако механистические навыки рассудка настолько сильно укоренены в нас, что они фальсифицируют и картину душевной реальности. Так научная психология мыслит ощущения, представления и прочие элементы психики как самостоятельные части, из которых душевная жизнь складывается наподобие мозаики путём ассоциаций. Иначе говоря, психология мыслит представления как бы находящимися в некоем, скажем, психическом пространстве. Однако непосредственное описание непосредственных данных сознания показывает нам, что душевная жизнь есть некий непрерывный и нераздельный поток, нечто целостное. И главное, эта целостность души существует не только в настоящем, но и по отношению к прошлому. Для душевной жизни прошлое реально, оно незримо присутствует в настоящем. И мало того, душевная жизнь есть нечто изначально творческое, свободное. Здесь каждый миг неповторим. Здесь в недрах настоящего уже зарождается новое будущее. Здесь ощущения мыслей, чувства буквально проникают друг в друга, образуя нерасторжимую целостность, единство прошлого, настоящего и уже зарождающегося будущего. Иначе говоря, душевная жизнь протекает не в пространстве, а во времени. Но в душевном времени, в отличие от времени математического, нет острых граней между прошлым, настоящим и будущим. Поэтому Бергсон называет душевное время особым термином дури, что означает длительность, творческая изменчивость. Итак, интуиция, направленная на нашу собственную личность, сообщает нам глубинное ведение первоистоков душевной жизни, протекающих в чистом времени и свободных от всего материального, пространственного и внешнего. Но, согласно Бергсону, интуиция не ограничивается самовосприятием. Предметом интуиции может стать и так называемый внешний мир. И в этой области интуитивная философия Бергсона произвела не менее революционный эффект, чем в области психологии. Прежде всего, Бергсон считает предпосылку о внешнем отношении между субъектом и предметом знания продуктом отвергаемого им механистического мировоззрения, стремящегося понять всякое целое как сумму частей. Согласно его теории, между субъектом и объектом существует не внешнее, а внутреннее отношение. Чтобы понять и оценить все своеобразие учения Бергсона об интуитивном познании внешнего мира, вспомним тупик субъективного идеализма, запирающий сознание в его собственных границах. Вывод этот с логической неизбежностью получался из предпосылки о возникновении знания в результате причинного воздействия предмета на сознание. Однако Бергсон считает именно эту предпосылку недоказанной. Согласно его учению, причинное воздействие внешнего мира на органы чувств является лишь поводом, а отнюдь не причиной восприятия и познания. Подлинной же причиной познания является мое внимание к предмету, то есть самостоятельная и свободная активность сознания. Неисчислимое количество световых, звуковых и прочих волн каждое мгновение пересекают наше тело, не будучи воспринятыми. И даже из числа тех внешних воздействий на мое тело, которые могут восприниматься органами чувств, лишь сравнительно небольшой их процент становится предметом моего внимания замечается мной. Наше восприятие всегда выбор из неразличимой массы предметов определенной их части. Таким образом, становится понятным и непротиворечивым, что мы можем воспринимать и познавать сами предметы, а не только нашу субъективную реакцию на их воздействие на органы чувств. К сожалению, Бергсон сам не осознал всего значения и смысла своего учения о познании как выборе и осознании как направленности субъекта на предмет. Заслуга углубления интуитивной теории знания в направлении подлинного обоснования интуитивизма принадлежит уже русскому мыслителю Лоскому, шедшему своими путями. Но вернемся к изложению учения Бергсона о познании внешнего мира. Согласно его учению пространство лишь субъективная категория рассудка. Вспомним Канта. Однако время в смысле длительности является категорией самой действительности. То время, которое обнаруживается в глубине нашего сознания как необратимый и сплошной поток, в котором прошлое присутствует в настоящем и настоящее несет в себе зарождающееся будущее, иначе говоря, наша душевная жизнь, взятая в ее глубинной сущности, есть чистое выражение самой, что ни на есть, подлинной реальности, того, что Кант назвал бы вещью в себе. По Бергсону, математическое однородное время, действительное для материального мира, лишь частный предельный случай необратимого целостного времени, обнаруживающий себя в глубине души, подобно тому, как однородное эвклидовское пространство, согласно современным взглядам, является частным случаем геометрии Лобачевского или Риммана, оперирующих кривым пространством. Математическое время является для него упрощающей действительное положение дел, но практически полезной фикцией математическое время, опространствленное время. Поэтому, если бы мы были способны до конца познавать сущность материального внешнего мира, мы воспринимали бы его как пульсирующий временной поток, лишенный эвклидовский пространственной внеположности, то есть как дюрии, ту творческую изменчивость, которая составляет сущность душевной жизни. Правда, длительность материальных процессов носит бесконечно более разреженный, обедненный характер по сравнению с бытийственной насыщенностью душевного времени, но все же и в основе материального времени лежит необратимое живое время. Однако, так как наше восприятие пронизано формами рассудка, прежде всего пространством, то совпадение восприятия с вещью существует скорее в принципе, чем на самом деле. Иначе говоря, к элементу чистого восприятия материи, как чистой длительности всегда прибавляются субъективные примеси – категория пространства, памяти и тому подобное, которые искажают это чистое восприятие внешнего мира, лишенного в глубине всякой внешности, ибо условия возможности внешних отношений между вещами пространства есть субъективная категория, действительная лишь для отвлеченного рассудка. В нашу задачу не входит, однако, полное изложение гносеологии Бергсона. Для нас ценно в ней ее интуитивное ядро, а не те специфические формы, в которых она была развита французским мыслителем. Перейдем поэтому теперь к изложению гносеологии интуитивизма в том ее виде, в каком она была развита лоским. Глава вторая части второй. Учение Лоского органический интуитивизм. Учение Бергсона, сыгравшее новаторскую роль в деле нахождения гносеологией истинного пути к бытию и по-новому поставившее всю гносеологическую проблематику не свободно, тем не менее, от существенных недостатков. Главное из них заключается в той пропасти, которую оно вырывает между интуицией и рассудком. Ведь в деле обоснования интуитивизма и в познании вообще нельзя обойтись без услуг рассудка, нельзя стать по ту сторону его. Здесь Бергсон впадает в противоположную крайность по сравнению с той, в которую впал Гегель, пытавшийся элиминировать все иррациональное испознание и бытия. Если верить духу гносеологии Бергсона, то выходит, что вся его глубокая и остроумная теория пропала даром, так как она является все же рациональным построением. Всякая попытка отрицать первичность разума приводит к самообману. Кроме того, его учение далеко от идеала методологической чистоты. Ради обоснования своей теории он то и дело преждевременно прибегает к услугам физиологии, психологии и метафизики, в то время как гносеология должна быть предельно беспредпосылочной. В наиболее полной методологически чистой и свободной от непримиримых противоречий форме гносеология интуитивизма была разработана русским философом Лоским, поэтому мы уделим особое внимание именно его учению. Лоский стремится построить свою теорию, базируясь прежде всего на непосредственном анализе, непосредственных данных сознания, стараясь избежать молчаливого приятия тех или иных предпосылок догматического характера. Главную роль в его учении играет устанавливаемое им различие между моими и данными мне элементами познания. Предмет знания, будь то предмет внешнего мира, в реальности которого я не могу быть заранее уверенным, или предмет идеальный, например, математическая теорема и тому подобное, отличается характером данности, в то время как устремленный на него акт познания является специфически моим, исходящим из моего я. Какое же отношение существует между моим актом и данным мне предметом знания, между субъектом и объектом, между сознанием и бытием? Большинство гносеологии исходили из молчаливо догматически принимаемой предпосылки о том, что мой акт познания реакция на воздействие трансцендентного предмета. Лоски считает эту догматическую и натуралистическую по своему характеру предпосылку бездоказательной и неподтверждаемой непосредственными данными сознания. Мало того, всякое понимание знания, как следствие причинного воздействия предмета на сознание, неизбежно приводит, как это было уже подчеркнуто нами, к субъективизму, роковым образом запирающему сознание в самом себе и подрывающему искомую объективность знания. Непосредственный анализ структуры знания показывает нам, что отношение между актом и предметом носит особый характер, его нельзя свести к отношению причинной зависимости. Феноменологически с точки зрения смыслового описания лучше всего охарактеризовать это отношение как отношение имения в сознании, как отношение непосредственной сочетаемости, как отношение направленности моего акта знания на данный мне предмет. Направленность на нечто предстоящее составляет главную черту сознания вообще и познавательного акта в частности. Это констатирование, основывающееся на непосредственном анализе, а не на предвзятых теориях, чревато выводами. Оно означает прежде всего, что ни предмет знания не может творить акта знания, ни наоборот акта знания не в силах создавать предмет. Вспомним, что эти ложные предпосылки лежали в основе большинства объективистских или субъективистских теорий знания. В познавательном акте субъект и предмет не подчинены друг другу, они равноправны побытью. Поэтому лоски характеризуют отношения между ними как гносиологическую координацию. В противовес гносиологической субординации предмета субъекту или субъекта предмету в традиционных типах гносиологических учений. Но если сущность сознания заключается в направленности на предмет, то нет больше никакого противоречия в мысли, что предмет, даже если он принадлежит внешнему миру, как вещь в себе, если воспользоваться терминологией Канта, доступен нашему познанию. Ибо сознание вовсе не психическое вместилище, в которое предмет должен проникнуть, чтобы стать познанным, субъективно преломившись в нем. Если воспользоваться метафорой, то сознание скорее можно уподобить видящему лучу света, освещающему предмет светом знания. При таком понимании природы сознания и отношения между сознанием и бытием познание предметов такими, какими они существуют в действительности, не представляет более неразрешимой проблемы. Поясним выводы, к которым мы до сих пор пришли конкретными примерами. В случае восприятия внешнего мира, например, дерева, моими будут мое внимание, направленное на дерево, мое восхищение его красотой и тому подобное. Данным же мне будет само дерево, вступившее в кругозор моего сознания. В случае познания идеального бытия, например, теоремы, моими будут мое усилие понять связь основания и следствия, доказывающую правильность этой теоремы. Данным же мне будет смысл этой теоремы, понятый мною. В случае познания чужого «я», например, друга, рассказывающего мне о своем горе, моими будут мое внимание к его словам, стремление понять степень его горя, степень моего собственного участия в нем. Данным же мне будет само душевное состояние моего друга, понятое мной благодаря любви к нему. Одним словом, каждый вид интуиции непосредственного созерцания предмета обладает своей направленностью и требует тех или иных методов или психологических условий. Одной из заманчивых задач для гносеолога была бы классификация различных видов интуиции в зависимости от ее направленности на те или иные аспекты бытия. Однако в пределах этой работы нами могли быть намечены лишь общие принципы интуитивной теории знания. Итак, запретная грань, закрывающая бытие от сознания, оказывается с точки зрения интуитивизма порождением самогипноза механистического рассудка, слепого к живому единству субъекта и предмета в познавательном акте. Желаю объяснить, как возможно знания, трансцендентные гносеологические теории, считающие предмет внеположенным сознанию, не обращают внимания на структуру познавательного акта, не считаются с целостным своеобразием этой структуры. Они не анализируют того, что желают объяснить интуитивную природу самого знания. На пути признания реальности интуиции стоит лишь подкрепляемое физиологией убеждение, что предметы внешнего мира все-таки причинно воздействуют на мои органы чувств, а через них на сознание. Ведь нет сомнения в том, что знание предметов внешнего мира невозможно без воздействия их на мое тело и вызываемых этим воздействием процессов в нервной системе. Вопрос заключается однако в том, достаточно ли этого воздействия для возникновения знания, ибо для осуществления познавательного акта необходим еще один мощный психологический фактор – внимание. Мало бессознательно воспринять предмет, необходимо еще его заметить, выделить из массы других неразличимых предметов, воздействующих на мое тело, необходимо обратить на него свое познавательное внимание. Внимание же к предмету – это не просто реакция на его воздействие, а спонтанный, свободный акт субъекта. Правда, во многих случаях нам приходится обращать внимание на идущее из внешнего мира раздражение в силу инстинкта самосохранения. Однако, между раздражением внешнего мира и актом внимания нет все же причинно необходимой связи. Внимание может, пусть и во вред организму, отвлекаться от этих раздражений, не реагировать на них. Одним словом, Лоский принимает здесь Бергсоновскую теорию восприятия, согласно которой причинное воздействие предметов на мое тело является лишь поводом восприятия и познания, не их причиной. Главная причина восприятия – мое внимание к предмету, то есть фактор психический. Раздражение в нервной системе как бы подстрекают мое я, как духовное существо, обратить внимание на задевший меня предмет, удостоить его своим вниманием. Иначе говоря, физиологические процессы раздражения, происходящие в нервной системе и сопровождающие их ощущения, являются не материалом познания, а лишь сигналами, даваемыми телом душе. Процесс или лучше сказать акт внимания есть свободный акт, подготавливающий непосредственное созерцание сущности предмета. В свою очередь, высшим условием возможности интуиции непричинное отношение непосредственной сочетаемости субъекта и предмета, составляющая сущность сознания. Даже субъективный идеалист или скептик типа юма не мог бы не признать, что такое отношение непосредственной данности существует между моим я и моими представлениями. Ибо мои восприятия не могут уже мной восприниматься, они могут лишь непосредственно созерцаться. Таким образом, восприятие необходимо отличать физиологические процессы в нервной системе, вызванные воздействием предмета, как технически неизбежный повод восприятия, психический акт внимания как главную причину восприятия и гноциологическую координацию как структуру сознания, как условия возможности восприятия и познания предметов. Гноциологическая координация первичная слистность субъекта и предмета, составляющая структуру сознания, принадлежит уже к царству идеального бытия. Она внепространственна и вневременна. Именно поэтому предметом познания могут стать отрезки бытия, удаленные от моего Я в пространстве и во времени. Согласно этому учению, наше Я изначально соединено со всем миром, хотя лишь сравнительно ничтожная часть мира становится практически предметом знания. Знание в этом смысле всегда есть трансцендирование, выход субъекта за пределы своей индивидуальной ограниченности ради причастия к жизни космоса. Главная заслуга интуитивизма заключается в том, что он показал, что это трансцендирование не догматический постулат, а сущность познавательного акта. С этой точки зрения первичная гносологическая проблема не столько возникновения и развития знания, сколько ограниченность человеческого знания. Согласно интуитивизму, ограниченность человеческого знания объясняется тем, что мы все, прежде всего, эгоцентрики и практики. Мы нуждаемся в восприятии тех предметов и тех их сторон, которые имеют биологически полезное значение для нашего организма. Само строение нашего организма приспособлено к восприятию определенных сторон мира, оставаясь слепым и глухим ко многим другим его сторонам. Наше восприятие вещей отражает наше возможное воздействие на них. Слова Бергсона Наше сознание практически в большей степени орудия борьбы за существование, чем орган бескорыстного искания истины. Поэтому оно усиливает некоторые черты мира, оставаясь слепым ко всему его богатству. Однако эта ограниченность человеческого знания, неадекватность его предмету непринципиально и в известной степени преодолима. Способность человека к бескорыстному научному, художественному и этически религиозному познанию показывает, что он может преодолевать ограниченность поля сознания, поглощенность интересами практики и обращаться к полноте жизни космоса. Разумеется, полнота знания о мире есть недостижимый для человека идеал. В этом смысле полнота мирового бытия всегда останется для человеческого сознания вещью в себе. Наше знание всегда носит отрывочный, фрагментарный, обедненный по сравнению с полнотой бытия характер. Но познаваемые нами фрагменты мирового бытия транс субъективный, а отнюдь не являются представлениями, конструкциями и тому подобное. Мало того, в силу органической целостности мира в каждой его части в какой-то, пусть иногда весьма отдаленной степени отражается целое. И как в росиньке незаметной весь солнцелик ты узнаешь, так слитно в глубине заветной все мироздания ты поймешь. Фетт. До сих пор мы говорили преимущественно о познании внешнего мира, возможность непосредственного познания которого отрицается большинством гносологических учений. Но знание не исчерпывается областью внешнего, материального мира. Кроме чувственной интуиции, направленной на вещи в пространстве и во времени, Лоски различает интеллектуальную интуицию, направленную на идеальное бытие. Под идеальным бытием Лоски понимает объекты, не имеющие пространственно-временной формы, могущие быть представленными лишь умозрительно, например, объекты математические, законы логики и тому подобное. Сюда же относятся все так называемые категории, то есть основные понятия, под углом зрения которых мы мыслим вещи, например, категории единства, множественности, субстанциональности, причинности, конечности, бесконечности и так далее, иначе говоря, то, что Кант называл формами рассудка. Познание идеального бытия в предварительно логическом смысле возможно лишь путем отвлечения от всего чувственного, через своего рода умственную аскезу. Идеальное бытие априорно по отношению к чувственно-опытно данным содержанием бытия, то есть существует независимо от чувственных вещей. В этом смысле интуитивизм принимает учение Канта об априорности категорий, как первоформ идеального бытия, отвергая, однако, утверждаемую Кантом субъективность категории. С точки зрения интуитивизма категории, как и идеальное бытие вообще, не суть лишь формы рассудка «идеальное бытие есть бытие». Категории идеального бытия не менее объективны, чем внешнепредметный мир. Они пронизывают собой как субъективны, так и объективны полюсы знания. Они универсальны. К составу идеального бытия принадлежат также пространство и время. Так, все материальные вещи находятся в пространстве и во времени, но сами пространство и время нигде не находятся. Они суть первоформы идеального бытия, условия возможности бытия реального. В опыте категории познаются как закономерные связи между вещами. Они источник закономерности явлений, но сами по себе они суть первоформы идеального бытия. Идеальное бытие открывается сознанию через особый род интуиции, через интеллектуальную интуицию, чистое умозрение. В силу своей идеальности они не могут воздействовать на наше тело. Идеальное бытие всегда при нас. Познание его не зависит от количества опыта, но, тем не менее, познание идеального бытия требует, как всякий познавательный акт, трансцендирования, а именно трансцендирования за пределы реального бытия в пространстве и во времени. Интуиция нашей собственной душевной жизни никогда и никем не отрицалась. Поэтому мы не будем говорить здесь об этой теме, тем более, что в главе о Бергсоне было достаточно сказано о непосредственном характере интуиции собственной личности. Эта внутренняя интуиция – классический образец интуиции вообще, ибо о своей собственной личности я знаю, во всяком случае, непосредственно, то есть интуитивно. Следует, однако, подчеркнуть, и это не содержится в теории Лоскова, но вытекает из духа его учения, что и самопознание предполагает трансцендирование, а именно трансцендирование вовнутрь, глубинной сущности нашего я. Ибо непосредственная данность предмета отнюдь не означает того, что познание дается даром, неким мистическим озарением. Всякое познание требует внимания к предмету, требует трансцендирования к нему. Это относится и к самопознанию. Непосредственная самоданность нашего я не означает его самопознанности, ибо я по своей природе необъективируемо. Оно не может стать предметом познания, ибо оно есть то, что опридмечивает предмет. Мы не можем останавливаться специально на теме о самопознании. Подчеркнем, однако, еще раз, что интуитивность самопознания не означает его автоматичности. Достаточно указать на то, что мы все знаем себя весьма поверхностно. Особый род интуиции представляет собой интуиция чужого я, приобщающая нас к жизни наших ближних. Лоский настаивает на непосредственном, но отнюдь не автоматическом познании чужого я с не меньшей радикальностью, чем в проблеме познания внешнего мира. Традиционные теории опосредованного познания чужого я, теория заключения по аналогии, равно как и теория в чувствовании липса отводятся им как теории, объясняющие ошибки знания о других, а не само это знание. Ибо строение сознания таково, что предметом его может стать любой отрезок бытия. Каждый род интуиции требует лишь особых психологических условий для своего осуществления. Такими условиями в деле познания чужого я являются чуткость к чужой душевной жизни или обладание художественным даром наблюдения. Обычно немногие люди чутки к душевной жизни своих ближних, но это относится уже к психологии знания, в то время как гоносеологи следуют прежде всего условия возможностей знания. скажем еще в скобках, что без интуиции чужого я невозможно подлинная солидарность. Если бы наше знание чужой души было принципиально внешним, то и сама солидарность носила бы внешний характер, то есть не была бы подлинной солидарностью. Как видно из всего выше изложенного, интуитивизм Лоскова не создает столь глубокой пропасти между рассудком и иррационально понятой интуицией, как это имеет место в интуитивной философии Бергсона. С точки зрения Лоскова сама чувственная интуиция пронизана рациональными связями и сам рассудок интуитивен. Между чувственной и интеллектуальной интуицией существует различие, но не дуализм. Кроме того, если Бергсон строит свою теорию знания на психологии и даже биологии, то Лоски исходит из анализа самой структуры знания. Иначе говоря, в его теории физиология и психология знания подчинены исследованиям чисто гносоологического характера. Поэтому его теория в смысле чистоты метода и требований, предъявляемых к современной гносоологии, более цельна. По всем этим соображениям его теорию знания можно назвать органическим интуитивизмом. Подчеркнем еще некоторые стороны интуитивизма, выгодно отличающие его от других теорий. Интуитивизм преодолевает традиционный дуализм между рационалистическими и эмпирическими теориями знания, но идя в то же время в коносу к кантианству. Само понятие опыта приобретает в системе интуитивизма расширенное и углубленное значение. Выходящее за пределы чувственно данного возможен интеллектуальный и мистический опыт. Поэтому интуитивизм Лоского может быть назван универсалистическим эмпиризмом, в отличие от традиционного сенсуалистического эмпиризма типа Джона Стюарта Миля. Не будучи ни в какой мере заражен прагматизмом, интуитивизм признает ценность прагматизма в объяснении ограниченности человеческого знания интересами практики. Интуитивизм носит ярко выраженный реалистический характер, резко отграничиваясь от всех субъективизирующих теорий знания, видя в предмете подлинную реальность, а не представление конструкцию и тому подобное. Интуитивизм в ее наивной форме возрождает ценное ядро наивного реализма, понимая в то же время знания как духовный акт, как духовное обстояние. Он признает реальность познания также и материального мира, столь дорогого материалисту, но ценой отказа последнего от материализма, неизбежно приводящего в гноциологию при его диалектическом развитии к субъективному идеализму. Наконец, интуитивизм приемлем для лиц, имеющих мистический опыт, ибо он обосновывает возможность познания абсолютного. Правда, познание абсолютного носит сверхрациональный характер, ибо непостижимое постигается через посредство его непостижения. Интуитивизм представляет собой последнее слово в гноциологии, последнее не в смысле приходящей моды, а в смысле подлинного прогресса человеческой мысли. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...